Суд отправил под стражу 22-летнего Ибрагима Оруджева, обвиняемого в подготовке поджога военкомата до 21 января 2024 года. Мама Ибрагима эмоционально высказалась о подробностях дела в отношении своего сына. Он бы никогда этого не сделал, ни терактов, ни поджогов, потому что это влечет случайные жертвы и гибель невинных людей. Так не поступают. Егора Балазейкина, обвиняемого в поджоге военкомата в Петербурге, приговорили к шести годам воспитательной колонии. Военный суд признал 17-летнего школьника виновным в попытке совершения террористического акта, который заключался в броске бутылки с зажигательной смесью без последующего возгорания. Егор Балазейкин выступил перед судом с последним словом. «Оправдываюсь я только перед своей душой. Осудит меня моя совесть». Вдова Владлена Татарского Валерия Фомина дала показания по делу Дарьи Треповой и сообщила суду, что ее муж имел пророссийскую патриотическую позицию. Вел свой телеграм-канал с 2017 года и иногда получал угрозы в свой адрес. Отвечая на уточняющие вопросы суда, женщина подтвердила, что в 2014 году военкор сбежал из заключения в колонии. Более подробно об этих и других новостях мы рассказали в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. Ссылка в описании. На задержанного в аэропорту Пулково Эдуарда Шарлотта составили три административных протокола. За умышленную порчу паспорта, за дискредитацию российской армии и за нецензурную брань в общественном месте. Его планируют арестовать на 15 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Глава Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина опубликовала видео извинений Шарлотта. Именно она обратилась в МВД в связи с деятельностью музыканта. Сотовижн поговорила с мамой петербургской художницы Надеждой Скочеленко о ее политзаключенной дочери и узнала, как их семья восприняла начало войны, что чувствуют родные после оглашения приговора и почему не надо искать виноватых среди активистов. Статью вы можете прочитать на нашем сайте, ссылка в описании. Калининградский апелляционный суд постановил передать уже умершую маму Игоря Барышникова органам опеки. Засуну в задницу телефон и вытащу оттуда палкой. Политзаключенный, правозащитник Игорь Нагавкин заявил об избиениях и угрозах. Выступая в суде, Нагавкин заявил об угрозах в свой адрес от руководителя СИЗО города Ленинска Сергея Кравчука. Министерство культуры Украины и музей Аларда Пирсона в Нидерландах договорились о возвращении скифского золота в Украину. В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама принял решение передать экспонаты Украине, а не России. Субтитры создавал DimaTorzok